Всем привет! С вами Ольга Чернова и я первую нынче видеосъемку делаю с огорода. Сегодня 10 февраля, но уже пахнет весной. Со всех теплиц стаял и скатился снег. У нас температура 8-10 градусов. Этот год, эта зима сильно отличается от прошлогодней. Вы видите, что снега по щиколотку, даже вот эти бордюрчики не засыпало у нас. Кто видел прошлогодние мои съемки, как я пробиралась вот к этим теплицам, было по пояс снега, я проваливалась. Вот я вышла, сейчас немножко все растает и будем оценивать ущербы от бури прошлого года. Вы видите, вот здесь вот лежит у нас две теплицы валяется. Вон там грушу сломала. Вот на этом месте стояла теплица, которую унесло. В том году были сильные бури осенью, и у нас значительные ущербы. Вот нынче будем все восстанавливать. Ездили нынче поликарбонат сегодня покупать. Но дело в том, что я уже выхожу, для чего все это осматриваю, приглядываю. Сегодня смотрела прогноз длительный, как с перспективой на два месяца на апрель. Нынче синоптики обещают очень раннюю, очень теплую весну. Вот именно у нас в Сибири посмотрела апрель месяц, апрель и май. Апрель будет весь теплый, во второй половине апреля буду уже вот сюда, вот на улицу высаживать рассаду в тоннели. В мае не будет вообще минусовой температуры. Хоть и смешно выглядит выражение, что я руководствуюсь прогнозами синоптиков наших. Да, они часто ошибаются, но вот эти длительные прогнозы вперед на два, на три месяца я смотрю каждый год. И если есть там вот такие, как провалы, ямы, например, до минус семи, до минус восьми, то уже за два месяца, конечно, не с точностью там плюс-минус два, три, пять градусов. Но всегда стоит вот такое, как температурное падение. Вот в этих длительных предполагаемых прогнозах всегда есть. Поэтому я смотрю и ориентируюсь, все-таки будут вот эти провалы минусовые, как в том году до минус семи, до минус восьми были в мае. Нынче их не обещается. Значит, нужно так оптимистически настраиваться на теплую весну. Нынче ездила сейчас, я пленки покупала, вот эти всякие укрывные, целлофанки еще. Купила только тонкие, толстых не стала покупать. С учетом, что весна будет ранняя, теплая, если уж потом поближе к маю прогноз изменится сильно, кардинально, то я потом докуплю. Вот эти все будем убирать, выбрасывать, на это место буду делать тоннели. Настрой у меня такой, бодрый нынче, веселый. Раз весна будет ранняя, значит у нас будет все удачно, хорошо переживет рассада. Рассада, первые вот дни, недели, вот когда в теплице буду высаживать в апреле, хорошо пойдут в рост и выживут вот эта рассада, которая в тоннелях, вот здесь вот будет, вот на этом месте у меня всегда тоннели. Значит, все у нас вырастет, заколосится, ничего не замерзнет. Только так нужно настраиваться каждый год в начале весны. И сейчас, хотя вот февраль, я уже хожу смотрю, потому что в теплицу в марте, в прошлом году я заходила в марте, через две недели уже можно будет в теплицу заходить, сеять раннюю зелень. Это вот в прошлом году, кто смотрел, тот видел, я сеяла и капусту, пекинскую, потом еще какую-то, потом всякие вот эти зеленые, лук садила, луковички. В средине марта мы уже заходим в теплицу и начинаем осваивать, чтобы зря не пустовали теплицы. До того, как я туда высажу рассаду, я буду сеять там зелень. Все, что я буду делать, я, конечно, вам все покажу, все это сниму. Но сейчас пока что у нас пейзаж в моем огороде вот такой, 10 февраля. Снега почти нет, по щиколотку растает все очень быстро. Если будет теплая температура, то уже через полмесяца в теплицах я буду работать в марте. Буду готовить грунт под посев капусты холодным способом в неотапливаемой теплице, потому что самая хорошая рассада вырастает именно на холоде. Все снова для тех, кто в прошлом году не смотрел, все снова буду это рассказывать, показывать пошагово от самого первого дня и до конца. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот такой пейзаж у меня в огороде. Сегодня 10 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова